Представители проектной дирекции Минстроя России, руководители федерального проекта ОНФ «Жилье и городская среда» провели мониторинг реализации федерального проекта в Карачаево-Черкесии «Парково-Зона» в Адыгехабльском районе. Села Садового стала одним из объектов оценки. О том, как прошла встреча и о пожеланиях благоустройства территории отдыха, значимости для жителей Садового узнавала Альбина Ламкова. По предварительной переписи численность населения села Садовое составляет 2070 человек. Все необходимые объекты социального значения здесь и есть. Основное занятие большей части жителей села – животноводство, а другая часть содержит теплицы. И, конечно же, помимо работы, людям необходим отдых. А такой зоны в Садовом не было. Парк предполагает стать отличным местом отдыха сельчан. Это компактная, но очень уютная территория. Для малышей здесь предусмотрен детский игровой комплекс. Ну а ребят постарше привлечет площадка со спортивным набором тренажеров. Ну и как же без уличного освещения и скамеек. А ближе к весне планируют провести озеленение территории. Зону отдыха благоустроили в начале осени. Для комфорта сельчан выбрали место в центре населенного пункта. Рядом школа, памятник защитникам Отечества и другие значимые объекты. С удовольствием. Много ребят, молодежи ходит сюда заниматься вечерами. Сейчас, конечно, в силу того, что погодные условия не позволяют, людей маловато. Но в целом все очень рады, всем очень нравится. А вы ходите заниматься на тренажере? Конечно, ходим. Мы же как бы должны быть примером для молодого поколения, поэтому стараемся. Национальный проект «Жилье и городская среда» считается глобальным. Он охватывает все стороны жизни и условия существования населения страны. Оценка и осмотр объектов специалистами помогает качественно реализовать поставленные задачи. Мы мониторим ситуацию, мы ездим в малые населенные пункты, мы смотрим, где слабые места. Знаете, просто погрозить пальчиком и приезжать, но нет смысла. Сегодня для глав муниципалитетов поставлена задача, которую они должны выполнять по поручениям президента. Безопасность, чистота и комфорт – основные задачи. А чтобы все условия по их выполнению были соблюдены, специалистов надо обучать. И это самое главное условие. Все делают одно общее дело, отметила Светлана Калинина. А говоря о данном объекте, эксперт рассказала о недочетах, которые устранят уже в течение месяца. Он может быть главан, он может быть агрономом, он строительственным и не должен это понимать. Но есть специалисты, которые в регионе должны понимать это. Для этого и проводится мониторинг. Только за прошлый год представители проектной дирекции Минстроя России, руководители федерального проекта ОНФ «Жилье и городская среда» посетили 22 субъекта, в которые входило по 30-40 населенных пунктов. В этом году это второй субъект, когда мы приехали и посмотрели. Мы были сейчас в Тавропольском крае, приехали к вам. Это обида, но какая может быть обида, если мы по помощи, мы показываем, мы даем правильные рекомендации, мы проверяем, контролируем их исполнение, потому что это важно. И должно быть понимание, каждый субъект он индивидуален. По словам Светланы Калининой, проект воплощается в жизнь не на 10 и даже не 20 лет. Поэтому основная преследуемая цель и гарантия поставленных задач – это качество, чтобы все созданное сегодня осталось последующим поколениям. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыхабльский район.